Друзья, добрый день, на связи Максим Петров, я рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. У нас серия видео, посвященная укрепившемуся доллару, вот в этом видео мы поговорили о том, к чему это может привести. Сейчас давайте поговорим все же, как на этом заработать, то есть что же делать, покупать ли доллары по текущему курсу, или же какие-то другие есть прокси на доллар, которые непосредственно можно получить. Кто еще является у нас бенефициарами высокого валютного курса, и нужно понимать, что вот эти вот бенефициары, они не становятся сразу. То есть есть какие-то истории, которые отыгрывают практически сразу. Примером тому является Сургутнефтегаз. Сколько раз я говорил о том, что Сургутнефтегаз является неким прокси на доллар, потому что компания большая валютная кубышка, с кубышкой в принципе ничего не произошло, соответственно размер дивидендов, которые были выплачены по итогам 2022 года, были достаточно низкие, потому что валютный курс был низкий, но это должно отразиться в этом году, потому что курс достаточно высокий, и за счет того, что у Сургутнефтегаза есть двойной профит в текущем году. Первый профит заключается в том, что валютная кубышка у него сохранилась, будет валютная переоценка, и за счет валютной составляющей первая часть прибыли у компании будет образована. Вторая часть прибыли заключается в том, что Сургутнефтегаз достаточно большие объемы поставляет и поставлял в Азию, То есть, непосредственно поставки нефти в Азию, соответственно, там нет ограничений предельной цены. И здесь еще дополнительно заработает за счет того, что он продал большое количество нефти и нефтепродуктов на азиатский рынок. То есть, прибыль от операционной деятельности. Сейчас кто-то говорит, что это уже отработано, это отыграло. Надо было покупать акции сургутнефтегаз по 35 рублей привилегированные. Сейчас они там по 50 рублей стоят. Какой смысл покупать? Но, опять-таки, я говорю, хотите чувствовать себя спокойно. У вас в портфеле должна присутствовать акция данной компании, потому что вы получаете некий прокси. Прокси непосредственно на доллар. Какие еще компании могут в этом случае отразиться и показать неплохие результаты? Мы сейчас говорим про экспортеров. То есть, какие-то компании отрабатывают сразу. То есть, растет доллар, и эти же компании непосредственно растут. Но нужно еще смотреть на компании, которые по тем или иным причинам, по итогам прошлого года, их не взлюбили инвесторы. Таким примером может, например, выступать ГМК «Норильский никель», которую, опять-таки, первая проблема заключается в том, что у них есть определенный корпоративный конфликт. Меняется дивидендная политика компании. Дивиденды не выплачивают. Мало того, ожидается, что дивиденды уменьшатся. Это вот некая такая отрицательная ситуация, связанная с ГМК «Норильский никель». Положительная ситуация. ГМК очень серьезно увеличила инвестиционную программу, связанную с тем, что разрабатывается новое месторождение. Если вы смотрите в долгосрок, то это является достаточно хорошей историей. ГМК «Норильский никель» относится к экспортерам. Мало того, он является одним из значительных игроков на международном рынке цветных металлов. Мед, наверное, в меньшей степени металлы платиновой группы, палладий и платиновой в большей степени. И, соответственно, здесь получается как некая прокси, связанная с тем, что компания будет в будущем добывать больше денег. У компании, соответственно, возрастет прибыль от операционной деятельности. Компания может вернуться к выплате дивидендов. Сейчас ГМК «Норильский никель» отрастет от российского рынка, который отстает в росте от российского рынка, который достаточно активно вырос. И поэтому можно рассматривать для себя данную акцию для включения в инвестиционный портфель опять-таки на долгосурочный срок. То есть вы должны понимать, что здесь речи я не веду про то, чтобы говорить о каких-то краткосрочных спекуляциях. Я говорю именно о хороших, качественных историях, которые можно включать в портфель. Вторая история, опять-таки, это акция компании «Русагра», которая может перейти, во-первых, в юрисдикцию дружественную. Во-вторых, акции компании «Русагра», опять-таки, негативно отреагировали на отчет, но они уже достаточно хорошо отросли. Здесь можно говорить, что целевая цена по акциям компании составляет в районе 1550-1650 рублей за акцию. От текущих цен это порядка 30-40% роста, который можно получить. И здесь тогда возникает вопрос, верите ли вы в то, что доллар еще вырастет на 30-40% от текущей цены. Да, это там в район 125-130 рублей. Для меня более очевидным является покупка компании акции «Русагра», потому что компания, опять-таки, была отчетно связана с тем, что они не продавали по низким ценам, потому что курс доллара был низкий. Цена за товары, которые производят «Русагра», соответственно, считалась в долларах, и они просто не продавали. Они жиры не продавали, сахар не продавали на экспорт, все хозпродукции не продавали на экспорт. У них, соответственно, все это было сформировано в запасах. И эти запасы, они активно распродаются в первом, втором, третьем кварталах 2023 года. Вот это неизбежно отразится в отчетности компании по итогам 2023 года. Целевые уровни по компании будут пересмотрены, и, соответственно, спрос на эту акцию непосредственно будет расти. Также хорошими историями могут являться в текущий момент этой акции компании «Селегдара», «Полюс золота», то есть компания «Золотодобытчики», потому что все-таки, что бы там ни говорили, глобально мировая экономика может свалиться в так называемый стекляционный сценарий, когда экономика будет снижаться, и инфляция будет расти, и в этом случае золото себя достаточно хорошо может проявить. Опять-таки, почему плюсом здесь являются золотые компании «Золотодобытчики» в России? Это связано с тем, что, опять-таки, не могли продавать практически все объемы добываемого золота, которые были. Цены-то были интересные, возможности продажи не было, логистические цепочки были порваны. Постепенно они, соответственно, восстанавливаются. Мировые центробанки задумываются о том, чтобы создавать какие-то цифровые валюты. Страны БРИКС тоже задумываются о том, чтобы создать какую-то альтернативную валюту, и эти альтернативные валюты, они все должны быть привязаны к реальным активам, к сырьевым товарам. И поэтому здесь золото будет являться одним из таких талонов, которым будут привязываться. Поэтому тоже нужно понимать, что в долгосрочном периоде акции данных компаний можно включать в свой инвестиционный портфель. Ну и, опять-таки, последствия второго порядка, о котором хотелось бы поговорить. Сейчас уже выросший доллар приводит к тому, что импортеры, они закупают товары. То есть, чтобы закупить импортные товары за валюту, они должны потратить большое количество рублей. Они все равно эти издержки с лагом 3-4 месяца переложат на потребителя. Это приведет к изменению цены товаров на локальном рынке, а это приведет, в свою очередь, к инфляции. Высокая инфляция приведет к тому, что центральный банк будет повышать процентную ставку. И здесь, соответственно, тоже неким таким прокси на возможный рост инфляции и рост процентной ставки может являться покупка акций компании банковского сектора. Потому что, когда повышается процентная ставка, процентная маржа у банков достаточно активно растет. Даже сейчас мы можем посмотреть. Центральный банк повысил процентную ставку. Проценты по депозитам поднялись незначительно. Ставки кредитования выросли ровно на ставку повышения центральным банком. Соответственно, это приводит к тому, что в таких условиях процентная маржа у банков растет. Сбербанк и так отчитывается от рекордной прибыли по итогам 2023 года. Соответственно, высокая инфляция, рост процентной ставки приведет к росту процентной маржи Сбербанка. Тоже можно рассматривать для включения в инвестиционный портфель. Вот так вот я смотрю на повышение валюты. Я не смотрю для себя вариант, связанный с тем, чтобы покупать доллар сейчас по текущим ценам. Событие уже произошло. Доллары вы по 65 не купили. И по 75 не купили. И по 90 не купили. И сейчас курс, допустим, на бирже 95-96. В обменниках цена продажи 97-98 чуть ли не под 100 рублей. Вопрос, зачем сейчас покупать доллары по 100 рублей? Потому что вы на этом не заработаете. На чем можно заработать? Частично в данном видео я рассказал. Данные компании я в том числе включаю в детский портфель. То есть покупаю своим детям. Из чего состоит данный портфель? Как присоединиться к проекту? Есть бесплатный мастер-класс. Миллион долларов за 8 долларов в день. Я для своих детей создаю капитал в 1 миллион долларов. Как я это делаю? Что происходит в портфеле? Есть бесплатный мастер-класс двухчасовой. Ссылка на него находится в описании данного видео. Проходите, смотрите. Надеюсь, вам будет полезно. Я буду рад, если вы присоединитесь к этому проекту. И мы этот путь с вами пройдем вместе. У меня на этом сегодня все. На связи был Максим Петров. Пока-пока. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...